Независимо от того, чем вы управляете, спортивным болидом или стандартным авто, перед тем, как сесть за руль, необходимо убедиться, что не подводит ни зрение, ни слух. Прохождение медицинской комиссии – обязательные условия для получения водительских прав. Как сократить количество визитов к врачам, узнал Денис Сидоров. Александр Иванов – будущий водитель. К своим 40 годам за баранкой автомобиля не сидел ни разу. И вот решился. Он уже стал учеником, записался в автошколу, А теперь необходимо самое главное – заключение врачей. Годен ли? И сказать это должны в частной клинике. Категории АБ у вас, да? Да. В этой клинике ученика Иванова первое, что удивило – доброжелательный персонал и быстрый доступ в кабинеты врачей. Больших очередей у нас нету, все очень быстренько. Даже если у нас есть люди, при любой загруженности в течение часа готовы справки уже в любом случае на руках. Водительская медкомиссия состоит из семи кабинетов. В каждом из них врач-специалист после полного обследования здоровья дает свое заключение. Мы проверяем зрение ему, проверяем цветоощущения. Так как водитель будущий, который к нам приходит, может столкнуться с такой проблемой, что он может не различать цвета. И на светофоре, когда горит зеленый или красный цвет, он может не увидеть и создать происшествие на дороге. Мы это все проверяем и фиксируем у себя. Все это занимает не более часа. Кроме того, здесь же принимают нарколог и психиатр. Никакие справки и результаты анализов с собой приносить не нужно. Понадобится только паспорт и военный билет для мужчин. Прописка может быть краснодарская или краевая. Заключение медкомиссии действительно по всей Кубани. Быстро, удобно, качественно. Можно и фотографии здесь же сделать, все на месте делать. То есть не надо бегать там по другое место. Меня это устраивает. У будущего водителя Иванова получение справки заняло ровно 40 минут. Еще одно преимущество этой медицинской комиссии на Северной в том, что работает она без выходных. Записаться на прием и узнать стоимость услуг можно на сайте или по телефону. Денис Сидоров, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.